Крупный план У нас есть развитый, развивающийся фармацевтический кластер И в частности у нас есть отечественный, вятский, сильный бренд С интересной и длинной историей Кировская фармацевтическая фабрика начала работу в 1941 году Ну и понятное дело, она это начинала на работу для нужд фронта Производила несколько самых важных препаратов А сейчас, Станислав Николаевич, какой стала фабрика? Какая она в 2023 году? К чему вы пришли? Каков ассортимент? Да, действительно, Кировская фармацевтическая фабрика Одно из старейших предприятий Кировской области Ну вот в ноябре 2021 года предприятию исполнилось 80 лет Сейчас с 2014 года у фабрики российские акционеры и российские собственники Все, как говорится, налоги идут исключительно в Кировскую область В 2014 году производилось 39 наименований лекарственных В основном это галеновая группа и антисептики Галеновая группа это настойки натуральные из экологически чистого серия А антисептики это спиртовые различные растворы Ну была произведена определенная реконструкция цехов Расширена действующая лицензия Это позволило достичь повышения производительности труда То есть предприятия в настоящее время выпускают более 80 наименований Ну вот такой резкий скачок произошел, да, в этот момент? Да То есть, ну понятно, что с 2014 года поменялся менеджмент фабрики Поменялась собственность И как эффективные менеджеры, я бы так сказал, пришли для того Чтобы можно было производить доступные лекарственные препараты Для населения нашей страны, ну и в то же время Кировской области То есть сейчас находятся в разработке еще около 13 препаратов Ну а активно, конечно, продолжается развитие Это невозможно было без поддержки Министерства промышленности Российской Федерации То есть фабрика активно пользуется поддержкой фондов развития промышленности А также Министерства промышленности региона и Российской Федерации Ну и, конечно, это было невозможно Ну, без того коллектива, который мы, придя на фабрику в 2014 году Сумели сохранить и приумножить Ну вот я посмотрела на сайте, 200 человек сейчас, да? Да, сейчас даже больше, чем 200 человек Сейчас работает у нас около 235 человек И на сегодняшний день у нас продолжает постоянно расти потребность В профессиональных и компетентных кадрах Ну, учитывая ваше развитие и 13 препаратов, которые... Ну, в будущем, да И, конечно, на фабрике нужны различные сотрудники, ответственные, готовые влиться в нашу семью Нам нужны абсолютно любые работники И инженеры, и химики, и механики, экономисты, рабочие цеха, комплектовщики То есть всех приглашаем как бы... Разные люди с разным образованием Да, всех приглашаем пойти работать на кировском предприятии Со своей стороны мы предлагаем стабильную, адекватную, полностью официальную зарплату Социальный пакет, питание и мобильную связь Системное премирование за выполнение производственных планов Ну, и за какие-то либо достижения Рабочие места, обеспечивающие все необходимые меры безопасности предприятия Предприятие наше лицензировано по стандарту GMP есть такой хороший международный стандарт В принципе, мы еще и выгодно находимся То есть до нас очень легко добраться Мы находимся практически в самом центре города На Московской улице Наш адрес Московская, 25 А главное, что вы производите то, что помогает огромному количеству людей Да, и эти люди, я думаю, гордятся своей работой Конечно, как еще можно думать То есть предприятие производит лекарственные препараты, которые помогают людям Облегчают их страдания То есть если брать препараты старой группы, которую мы производили до 2014 года То это препараты в основном доступные для населения Это различные настойки Известные там полерьянка или пустырник Также, например, тот же корвалол, который активно принимает наше старшее поколение А в нынешней ситуации мы, конечно, стали развиваться в сторону препаратов, которые являются госпитального сектора То есть препараты, у нас есть линейка препаратов, антиретровирусных препаратов Это ВИЧ-препараты Препараты сделаны для того, чтобы провести импортозамещение Заменить дорогостоящие импортные аналоги дешевыми российскими препаратами Но вот то самое импортозамещение, о котором сейчас очень много говорится на уровне региона и страны Да, вот в 2021 году мы сумели, можно сказать, спасти такой препарат, как сальбутамол То есть мы расширили лицензию, получили аэрозольную форму А что вы имеете в виду под словами «спасти»? Спасти, знаете, сальбутамол выпускался раньше таким заводом, Мосхимфарм препараты имени Симашко Данный завод, московский, заметьте, обанкротился И мы сумели у них взять регистрационное удостоверение, ну продали как на банкротном варианте И полностью оборудование, перенести все в родной Киров И там выпускать препарат, который помогает Наш российский Да, российский, который помогает астматикам Вот, мы будем считать, что астма Это болезнь, которая самая распространенная в мире То есть данной болезнью болеет около четверти населения планеты Это, ну, достаточно большая проблема К сожалению, препараты, которые лечат астму Они в основном импортные И наша задача заменить импортные препараты То есть в настоящее время мы работаем над тем, чтобы заменить такие известные препараты, как берудуал То есть если именно в аэрозольной форме, которая является одним из самых популярных препаратов против астмы Также достаточно интересная наша разработка Ну, совместное вместе с компанией Виал Это газ для наркоза Сиофлоран, который, в принципе, выпускается, ну, нашей компанией Для компании Виал и еще компании Перпской Медсорб Больше его на рынке нет Ну, если сравнивать то, что сейчас, например, идет все-таки военная операция Я думаю, что данный продукт очень востребован на рынке То есть вы выпускаете и те препараты, которые мы можем дома и применяем дома практически постоянно И те препараты, которые требуются для госпитального сектора При этом мы достаточно много выпускаем, как вы говорите, сиропов Это детские формы Хочу обратиться к второму нашему гостю, который пока молчит Я знаю, что фабрика участвует в нацпроекте «Производительность труда» В его рамках внедрялось бережливое производство Эксперимент ставили на линии производства на стойке пустырника Расскажите подробнее об этом проекте Какие результаты вы уже увидели И как дальше он будет развиваться Благодарим Ну, идея внедрения бережливого производства Возникла у нашего руководства Когда вот мы наблюдали за нашими работниками И за теми сложностями, которые не сталкиваются во время труда В том числе частично и ручного И мы с командой начали искать пути решения облегчения ручного труда И в результате пришли к замене ряда процедур И автоматизации одной линии в настоящий момент В рамках этого проекта Как это происходило? Мы в первую очередь оформляли команду рабочую группу Обучили методиками бережливого производства Ну, безусловно, при патронате фонда регионального развития Кирова И промышленности И в результате этого мы начали оптимизацию производственных циклов Удалось снизить время протекания процессов производства на 31% А производительность повысить на 80% на одного человека А за счет чего это время снижается? Сейчас объясню Только на эталонном участке у нас несколько линий Вот мы на одну линию самую ходовую взяли Вы правильно сказали Линии на примере препарата пустырника Ну, в первую очередь, конечно же, это автоматизация, где возможно Сокращение маршрутов перемещения упаковочных материалов, сырья И также за счет внедрения всех этих процедур Пять сигм Это такое вот основное ключевое в бережливом производстве явление Как-то сортируй, стандартизируй, содержит в чистоте Поддерживай в дальнейшем изменении Пять принципов, которые нужно Да, пять принципов классические Пять сигм Также мы вначале двигались совместно с коллегами по четкому плану Это, кстати, под патронтом президента Российской Федерации Программа разработана очень глубоко На основе всех японских и методик Росатома Который успешный тренинг Была проведена честь сеть брендштормингов Таких мозговых штурмов всем коллективам Где мы совместно искали узкие места, которые нас тормозят И пути их решения Мы их выявили, составили план Реализовали пошаговый план Внедрили в результате И вот получили такие финальные результаты Но в том числе у нас еще и была закуплена картонажная машина Которая сильно ускорила процесс фасовки Это было узкое место на этом участке И также, ну, то есть, представляете Из места восьми человек стало работать два Вот, и опять же, это не ручной труд Но при этом, я думаю, вот тот коллектив, который над этим работал Его удалось здорово сплотить благодаря... Да, всем очень понравилось Обучаются Есть у нас два коуча подготовленных сертифицированных Они сейчас дальше несут на следующий участок по плану Реализации этого бережливого производства И также у нас Мы в ходе этого проекта Получили доступ к Льготным кредитованию Государственному И уже первый этап у нас освоен Мы получили кредит И для расширения как раз именно Аэрозольной линии Приобретается в настоящий момент За счет государственных средств Дородствующее импортное фармацевтическое оборудование Такая, как картонажная машина для аэрозолей Это более сложная машина Германизатор марчезини Громхроматографы Ну и очень многое другое А для каких препаратов? Для таких, как сальбутамоу Фенотерол Аэрозольная линия Ингалипт у нас тоже будет производиться сейчас И это тоже будет автоматизировано Вся линия аэрозольная По плану мы также транслируем Позитивный опыт на другие участки У нас этот план не заканчивается У нас на три года Главное, чтобы до биржелевого производства Это геологично, поэтапно расширить Возможности всех участков И повысить производительность Желание помочь людям Всегда двигает прогресс Вот как раз мы подошли к модернизации Производства Оно, в общем-то, развивается всегда Но я хочу поговорить о том, что будет впереди Какие планы Может быть, ближайшие На ближайшее время И вообще, в целом, по модернизации По выпуску новых препаратов Что планируется конкретно? Модернизация Она не останавливается никогда Ну, как бы, прогресс Он не может стоять на месте При этом Для этого есть регулятор Который также Подстегивает нас постоянно Чтобы двигаться только вперед То есть Как Александр Васильевич сказал Да, у нас Основное сейчас развитие Это развитие аэрозольных препаратов Которые являются Как я уже говорил ранее Препаратами против Астмы А именно мы хотим выйти на рыт С препаратом аэрозольным Ипротропия бромид Бердуал Это международное название Оригинальное Это фенатерол, извините, оговорился Это международное название Оригинальное название Это будет Бердуал То есть Мы данный препарат В виде капель выпускаем Но основное потребление Астматиков Это так Чтобы данный препарат Мог был местно Оказывать воздействие Именно был всегда под рукой Потому что В виде, например, раствора То, что мы выпускаем Он требует дополнительных средств Типа ингалятора Специального Либо электричества Вот такого варианта И усложняет Процедуру Да, усложняет Процедуру Понятно, что мы Работаем именно В рамках Импортозамещения То есть Как я говорил Что мы выпустили Парацетамол В прошлом году Это у нас препарат Вышел на рынок Детская Как бы Суспензия Также мы В этом году Выйдем на рынок С препаратом Обупрофен Тоже детской формой Который заменит Нурофен Детский Которого Сейчас Практически Скажу вам по секрету Что не нурофена Что это не панадола На рынке уже давно нет Поэтому покупайте Пожалуйста Кировские товары Очень высокого качества Я думаю Многие мамы Уже на себе Это испытали В аптеку Мы тоже Надеемся на это При этом Еще раз повторяю Что наши товары Будут гораздо доступнее По ценам Чем импортные аналоги Цены могут отличаться Даже в некоторых Вариантах В два раза А вот по поводу того Где приобрести товары Именно в вашей фабрике Ну как бы Наша фабрика Активно работает Со всеми Проводящими Системами России Это Очень большие Сети аптек Типа Виталайна Или апреля Которые также Представлены Активно В Кирове Работаем мы напрямую И с кировским Аптечным складом Который поставляет Товары И по области И по аптекам Кирова Также с аптеками Вятки Но если в данных Аптеках Не будет этого товара На кировской фабрике Есть своя Производственная аптека Находящаяся На Сурикова 19 Где мы постоянно Держим весь ассортимент Наших товаров Ну естественно По доступным ценам Которые гораздо ниже Чем в соседней аптеке То есть там точно Кировская Да Абсолютно По поводу развития Еще немного Вот Читаю Что Есть направление Развития Импортозамещения Есть направление Снижение Импортозависимости От поставщиков Ну это вопрос Сразу говорю Достаточно Такой Нелегкий Особенно Если мы работаем Понятно По готовой форме По импортозамещению Это понятно Мы ее выпустили А вот Непосредственно Попробовать Заместить На российских Поставщиков Это достаточно Сложный процесс Да Мы пытаемся Уйти от Поставок Недружественных Стран Перейти Например На Китай Но к сожалению В России Химическая промышленность Достаточно В плохом состоянии То есть В данной ситуации Приходится покупать В основном Китайские Или индийские Производители Есть правда Варианты Есть такие вещи Как по упаковке И понятно Что Упаковку Мы используем Местную Работаем С вятскими Компаниями Или с российскими Компаниями С удмуртскими Например Поставка стекла Идет через Судмуртский завод Русское стекло Которое В принципе Полностью Заменил нам Импортных Импортных Производителей Ну и несмотря на Капитализацию И модернизацию Основной капитал Это люди Безусловно Да И все Стараемся делать Для наших коллег Автоматизация Бережливое производство Обучаем Постоянно Разные форматы Обучения И бережливому Производству И в рамках Самого стандарта GMP И также Финансовый У нас модуль Куплен для обучения Как коллег Поэтому Добро пожаловать Мы обязательно Напомним Электронную почту По которой Можно Отправить Резюме Спасибо Нашим гостям Еще раз напомню Что в гостях У нас сегодня Были Директор Кировской фармацевтической Фабрики Станислав Федотовский И операционный Директор Кировской фармацевтической Фабрики Александр Шаховцов Спасибо большое Нашим гостям Спасибо вам Доброго дня Вам Доброго дня Нашим слушателям Ну а коллегам Кто смотрит Добро пожаловать Дружно с ним Кировской фармафабрики Заходите на сайт Спасибо Спасибо Крупный план